В зале собрались многодетные семьи, которым были выделены участки Варданне, Верхнениколаевском и Кудепсте. Пока строить на своей земле сочинцы ничего не могут. Где-то нет коммуникации, а где-то и вовсе подъездных путей. А в Кудепсте нужна не только дорога к наделам, но и мост через реку. Сооружения, как предварительно планируется, будут возводить застройщики за собственные средства. Мост будет строиться за счет двух инвесторов, которые осваивают земли на территории Кудепса. Прописать, чтобы это было в разрешении на строительство, упомянуто. Что мост – это в первую очередь. Я ставлю задачу перед строителями, что разрешение на строительство будет подписано тогда, когда инициативная группа подойдет ко мне и скажет, да, можно подписывать. И мы во всем разобрались, и нас устраивает. И дорога, как он будет ее делать, и мост. Варданы многодетные тоже ждут дорогу. Для начала хотя бы гравийную. Ведь проект, включающий строительство бетонки, установку ливневок, освещение подпорных стен, оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Он уже прошел госэкспертизу. Несколько раз эта проектная документация сдавалась в Краснодарский край для софинансирования. Последний раз она сдавалась в этом году. На настоящий момент находится она по программе жилища с нашей заявкой на софинансирование с Краснодарского края. Еще ответ к нам не пришел. То есть есть вероятность, что в следующем году нам выделят деньги на софинансирование. Строительство гравийной дороги необходимо заложить в бюджет на следующий год, отметил Анатолий Пахомов. То же самое касается и дороги к участкам в Верхнениколаевском. Там гравийку отсыпать нужно до 1 марта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.